Гемоглобин и железо, хлорофил и кровь. Какая же связь между гемоглобином и хлорофилом в процессе кровотворения, кровообразования? Итак, коротко, четко, по порядку. Эритроциты – это форменные элементы крови, такие же, как лейкоциты, лимфоциты и прочие. Живут эритроциты в плазме крови 120-130 дней и погибают. Место образования эритроцитов – красный костный мозг, ребра, позвоночник. Гемоглобин – это неотъемлемая часть эритроцита. Гемоглобин содержит атомы железа в своем составе. Каждый день погибает, образуется новых около 3 миллиардов эритроцитов. И вот вопрос, куда же девается это железо от погибших эритроцитов? Такое огромное количество. Часть, конечно, выводится из организма, но большая часть перераспределяется. Организм – это уникальная система. Организм всегда пытается экономить любые элементы питания и составляющие себя. Как построить за день 3 миллиарда эритроцитов, клеток, организма с нуля? Это сложно и зачем? Печень, к примеру, повторно разбирает и собирает вновь белки, скажем, плазмы крови. Тем самым происходит белковый круговорот в организме. Это известно. И такие круговороты разных веществ в организме существуют, не только белковый. То же самое и с железом. Сейчас поясню подробнее. Поскольку в эритроцитах присутствует в большом количестве гемоглобин, то цвет его ярко-красный. Гемоглобин – это железо, содержащий белок. Оттуда и красный цвет. То есть гемоглобин – неотъемлемая часть эритроцита. Он входит в его состав. Задача гемоглобина – связать, удержать и передать в каждую клетку нашего организма стоком крови нужный ей, каждой клетке, кислород. И забрать продукты метаболизма, а главное – углекислый газ. И утилизировать его из клетки. Кстати, увеличение числа эритроцитов в крови свидетельствует либо о серьезном обезвоживании организма. Это, смотрите, мое видео «Густая вязкая жирная кровь». Или говорит о хроническом лейкозе. А снижение количества эритроцитов в крови от нормы говорит об анемии. Анемия сама по себе не болезнь, но она в долгосрочной перспективе приводит к разным болезням, к очень многочисленным. Ну а теперь переходим к самому главному. Гемоглобин состоит из гема, то есть железосоставляющей части, и глобина, то есть белка. Молекула гемоглобина содержит 4 гема. Точнее сказать, 4 гема, содержащих белковых структуры, протомеров. Они соединены между собой водородными связями. Итак, запомните, определенное количество белка и 4 атома железа. Но гемоглобин – это почти точная копия хлорофила. А хлорофил – это почти точная копия цианокабаламина. В чем тут суть? И мы как раз переходим к тому, как же гемоглобин образуется в организме. Хлорофил, как вы, наверное, все помните со школьной скамьи, входит в состав хлоропласта. Это зеленый пигмент, благодаря которому и происходит сакральный процесс фотосинтеза. То есть образование органических веществ на свету. А строение хлорофила точно такое же, как гемоглобина. Но видите ли, какое совпадение? Структура хлорофила и структура гемоглобина идентичны. Но только если в гемоглобине 4 атома железа, то в хлорофиле 4 атома магния. И все, разницы больше никакой нет. Потому гемоглобин мы видим в красном цвете из-за железа, а хлорофил из-за магния – зеленым. Сразу подсказка. Все, что мы видим в зеленом цвете из растений – это как раз то, что содержит большое количество хлорофила. Но в чем же суть? В костном мозге происходит не образование эритроцитов, а сборка. Сборка, точнее, гемоглобина, который входит в состав эритроцита. А происходит это очень интересным образом. И если совсем упростить схему, то к сборочному цеху подходят 4 атома железа, свободно плавающим, скажем так, в плазме крови. Подходит хлорофил. Удаляются 4 атома магния, и на их место встают 4 атома железа. А происходит этот процесс с посредничеством 4 атомов кобальта, благодаря цианокобаламину. А что такое цианокобаламин? Это одна из форм витамина В12. Видите, как важен витамин В12? Впрочем, о нем подробное видео у меня есть, так и называется – В12. Таким образом, дорогие товарищи, из хлорофила растений образуется гемоглобин нашей крови. Уважаемые товарищи, поясню один важный момент и продолжу. В конце видео будет самая ценная и важная информация. Итак, поднять железо, ферритин. Вы можете, потребляя уникальные водоросли – хлореллу и спирулину. Это концентрат хлорофила, белков, всех незаменимых аминокислот, многих витаминов, в том числе группа В, например, в хлореле есть вообще все, от В1 до В17, включая В12. Железо, магния, практически всех минералов. Многие люди ленятся, не хотят есть много зелени. Это будет решение проблемы концентрат всех питательных веществ – это хлорелла и спирулина. Ссылки я оставлю на биоорганическую хлореллу и спирулину под этим видео, которое вы смотрите. И более того, на очень важные видео про спирулину и хлореллу я оставлю вам ссылки, посмотрите, не поленитесь. Вы многое поймете, очень важно. И еще, покупайте только биоорганическую, чтобы быть уверенным в пользе, потому что можно отравиться лабораторными культурами по многим причинам, о которых я в видео говорил, которые я вам оставлю. Вот еще одно из подтверждений простой истины, что все пищевые цепи и сети работают на первичной органической биомассе. И продуценты растения в экологическом плане являются основой всей пищевой цепи. И никакой вершины в плане гордости, по крайней мере, не существует. И без растительной зеленой пищи мы жить не можем, или по крайней мере, не очень долго, не очень качественно. Хлорофилл это и энергия, и строительный материал. Хлорофилл это функции кроветворения. Это основы жизни и в растительном, и в животном царстве. Итак, для здоровой крови нужна живая, не вареная, не жареная растительная пища. Зеленая обязательно растительная пища, которая в своем составе содержит обязательно хлорофилл. Все, что зеленого цвета и содержит хлорофилл. Начиная от укропа, петрушки, сельдерея, любестока, там салатов и так далее, до зеленых овощей. Фотосинтез, дорогие товарищи, и биосинтез белка это два главных процесса образования необходимого органического сырья для построения и функционирования всех организмов на нашей планете. Периодически всем людям нужно делать анализы, общие анализы крови, которые могут показать какие-то отклонения. Если есть отклонения, надо искать причины, более серьезные анализы исследования проводить, ну а потом, соответственно, лечиться. А лучше не допускать до этого. И потому в моих лекциях вы найдете ответы на эти вопросы. Но теперь очень важный акцент. Если есть проблемы с железом, железодефицитной анемии, с ретроцитами, их количество недостаточное, железа мало и так далее, то врач в обязательном порядке должен послать вас или ребенка, тем более, если это ребенок, на обследование на паразитов. Потому что в основном эти проблемы, если у вас нет пулевого ранения, если вы, конечно, не женщина и у вас критически не с очень обильным выделением крови, если у вас нет язвы открывшейся и других кровопотерь по разным причинам, то если вы мужчина или ребенок и у вас низкое содержание железа, то у вас на 100% практически, ну кроме 1%, ладно, оставим редчайшие болезни, однозначно есть паразиты. Причем паразиты, например, аскориды, то есть кровососущие, к примеру, аскориды, которые непосредственно из стенок тонкого кишечника, продырявливаясь, высасывают кровь. Одна маленькая аскорида может 30 мл крови в день высосать. Подробно об этом я рассказываю в своей полной лекции по паразитам, цикл развития, поражения, профилактика и так далее. Обязательно посмотрите. Всем людям 2 раза в год надо проходить антипаразитарную программу в обязательном порядке. Безусловно, я ее рекомендую, вот эту лучшую, апробированную, которая действует практически по всем видам паразитов, кроме окукленных вариантов, типа эхинокок, альвеокок, ацист, трихинолеза и так далее. Итак, если у вас все анализы в норме, а железо понижено, эритроцитов мало, обследуйтесь на паразитов, а можете не обследоваться, а просто проходить антипаразитарную программу. Поверьте, паразиты есть у всех. Вопрос, какие виды, в каких местах организма, то есть виды дислокации, в каких количествах, они есть у всех в любом случае. Ну какие вообще еще могут быть проблемы с железом? Может быть дефицит B12, может? Может. Надо обследоваться. Обязательно, когда будете обследоваться, сдайте анализ на гомоцистеин. И помните, что если по результатам анализа гомоцистеин повышен от нормы, то B12 точно в дефиците, даже если сам анализ на B12 показал норму. Так бывает, почему я рассказываю в видео о B12. Второе. Ну мало железа из пищи. Ну вообще мало. Не едите ни орехов, ни гречку и ничего другого, что содержит железо, только одну вареную рафинированную пищу, одно сладкое и так далее. Третья причина. Если у вас серьезный дисбактериоз или синдром дырявого кишечника, обе эти мои лекции непременно посмотрите, поймете, по каким причинам они бывают, эти состояния, и что допускать их категорически нельзя. Ну а четвертое, я уже сказал, паразиты. В первую очередь кровососущие, хотя могут быть и лямблии, и другие протозоидные простейшие организмы. Можно пройти обследование по методу Фоля или иного рода биорезонансным различным технологиям. Это тоже даст общую, по крайней мере, картину. Если кал в туалете, по-большому, когда вы ходите, темного цвета, значит железо выделяется по какой-то причине туда много. Темный цвет обуславливает наличие большого количества железа на выходе. Имейте это в виду. Может быть, это вам даст какую-то подсказку. Каков же вывод? Дорогие товарищи, надо есть зелень. А обязательно надо есть овощи и зелень. Посмотрите обязательно мое видео «Клетчатка». И вы более глобально поймете, почему необходимо. Ведь причина не одна, не только в железе. Я советую вам, дорогие товарищи, посмотреть вот это двухчасовое видео, где у меня идет беседа с доктором, которая занимается узкой специализацией проблем с железом, ферритином, трансферином, гемоглобином. В общем, тема разобрана досконально. Уверяю вас, что такую в полноте информацию важнейшую, вы не слышали никогда и нигде, что после этой информации у вас будет полная картина, полная ясность. И вы будете знать все о причинах этих проблем, какие нужно действительно сдавать анализы, как самим их проанализировать, потому что врачей, знающих здесь очень мало, и какие меры принимать, что делать, чтобы ликвидировать эти проблемы. Очень серьезные проблемы, между прочим, которые могут привести к еще более серьезным проблемам со здоровьем. Внимание! Для вашего удобства все ссылки будут даны по единой одной ссылке прямо под этим видео. Нажмите на эту активную ссылку, и вы попадете на страничку на моем сайте youfrallof.blog, где и увидите все необходимые ссылки, все темы и ссылки на видео, которые я рекомендую посмотреть, и ссылки на товары. Ставьте пальчик вверх, проверьте свою подписку, и перешлите ссылку на это видео своим друзьям, коллегам, товарищам. До новых встреч!